Как дела завод? Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников посетил крупнейший оборонный холдинг Прикамья Мотовелихинские заводы. Предприятие сейчас находится в непростой экономической ситуации, но план по финансовому оздоровлению предприятия уже разработан. Рассказывает Евгений Цвет. Рабочую поездку на Мотовелихинские заводы временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников начал с горячих цехов. Их продукцию используют предприятия гражданского машиностроения и оборонного комплекса. Управляется все одним практически человеком. Человек сидит в помещении. Почти все автоматизировано. 20-тонный манипулятор. Он сидит на компьютере джойстиком работает. Увеличили номенклатуру. Соответственно, можем выпускать продукцию такую, которую до этого не могли выпускать. Как по весу, так и по объему. Производственный потенциал колоссальный. История почти 300-летняя. Коллектив и технологии уникальны. Но не секрет, что сегодня Мотовелихинские заводы находятся в непростой экономической ситуации. Краевые власти держат этот вопрос на контроле. В марте этого года были достигнуты договоренности о подготовке комплексной программы взаимодействия госкорпораций Ростех и Пермского края. Расширение номенклатуры выпускаемой здесь продукции, повышение ее качества и снижение себестоимости. На сегодняшний момент выработана схема финансового оздоровления предприятия. Она там подразумевает ряд конкретных шагов. В том числе, главное, что она подразумевает, это сохранение всех без исключения рабочих мест. Кроме того, в Рео губернатора посетил школу номер 112. Так она выглядела всего год назад. После капремонта не узнать. Отремонтировали фасад и крышу. Поставили новые стеклопакеты. Есть современная спортплощадка, футбольное поле. Транспортная инфраструктура – профиль учебного заведения. Она уже получила название «Город дорог». Две цели мы преследуем этой программой. Первая – это воспитать грамотного пешехода, пассажира, путешественника, водителя. А вторая цель – это познакомить наших учащих с широким спектром профессий, которые существуют в транспортной инфраструктуре. «Город дорог» готов встретить своих юных жителей 1 сентября. Евгений Цвет, Юлия Алеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.